Всем привет! Ну что, я вышел на маленькое интервью сам с собой. Вопросы лишь в моей голове. Вы будете слышать только ответы. Я буду давать на них развернутые формулировки, которые есть в моей голове. Своё общее впечатление, представление об этом процессе, и обо всём, которое меня немножечко, как сказать правильно, поголотил. Не знаю, как надолго и навсегда ли, и вообще на какое-либо время, и смогу ли я вообще что-либо сделать в этом временном отрезке. Но кажется, как будто бы это интересно. В общем, я начал вязать. Я вяжу свитера. Что? Иди ты. Да. Да ладно. Ладно-неладно, вяжу свитера. Не может быть. Может. Не может. А вот может. Невозможно. Правда вяжу. Неожиданно для себя. Вязать я начал специально для проекта, который мы делаем вместе с Андреем Курочкиным. Вяжу я курдиган. Могу связать офигенно большой клёвый свитер. Я никогда в своей жизни не вязал до этого. Никогда не держал спицы. Не знал, как этот процесс устроен. Соответственно, для меня это большое испытание. Скажу честно, несколько таких ходных слов. Вяжу сейчас уже третью часть кардигана. Я отвязал уже капюшон. Я отвязал полку одну. Сейчас вяжу вторую полку. Полка – это вот эта вот часть. Вот эта вот передняя часть. Курдиган – изделие сборное. Поэтому он собирается из нескольких частей. Вот. Но сказать, что я сильно кайфую от процесса – это ничего не сказать, потому что я действительно ищу возможность. То есть мне как будто бы вместо каких-то привычных моих дел хочется включить какой-нибудь фильм, сесть на диван и повязать. Не уверен, что это хорошая история со стороны активной жизни. Но, по крайней мере, это увлечение, которое на сегодняшний день меня немножко так завербовало в своей сети, скажем так. Интересно. На самом деле интересно и нравится, что получается. Когда ты видишь у этого результат, сразу становится как-то воодушевление такое приходит. Ты прям полон сил, энергии. Тебе прям хочется сделать еще, еще, еще. И, конечно же, хочется доделать. Это, наверное, некий азарт. Ладно, от слов к делу. Вот эта вторая уже полка. Вот она. Начало. Узорчик красивый, вы можете заметить. Я прям на камеру покажу, что я вяжу, что это мое. Я никому не разрешаю к этому прикасаться. Потому что это мой личный процесс. Я тут немножко проверяю, чтобы вам тоже было видно. А я вам даже опущу. Ну, так вот. А так будет мне плохо слышно. Давайте тогда опущу вот так. Вот так, да. Вот, вижу я сам. Делаю это пока не культяписто. Ну, потому что моя рука еще не набита. Но, по крайней мере, держать спицы мне достаточно привычно. Я не чувствую в этом процесс какой-то неординарный. То есть, для меня уже достаточно привычно сесть в любом месте и взять в руки спицы и повязать. То есть, как будто бы это и есть сама цель первостепенная. Да, честно, я уже, как об этом говорил, я иду за той возможностью, чтобы похайповать. Я хочу посмотреть реакции, посмотреть реакции людей, половить их на себе. Так как на работе я вяжу, и у меня часто спрашивают, что я вяжу. Это шарф? Это что? Это почему такое? Вот. Но все удивляются, что я никогда не вязал и вяжу с четырьмя нитями. Ну, то есть, сразу вот такое. Я всем с гордостью, конечно, и с поднятым носом заявляю о том, что я вяжу кардиган. Вот. Сам в большом предвкушении, на самом деле, как это будет. Скажу честно, пока некоторые процессы мне не поддаются, я бы, наверное, сам их себе не доверил. Это закрытие, например, частей. То есть, я отвязал тот же самый капюшон и закрывал петли Андрея, потому что я не решусь. Это такой ответственный момент, который нужно потренировать. Я пока его не тренировал, в моей среде пока только вот такое вот. Я вяжу. Кстати, вот пока говорил, я уже ряд отвязал. Но это не ряд, это полряда. Но, короче, ряд. Я связал. Вот. Я это больше расцениваю как медитацию какую-то. То есть, меня это сильно успокаивает, это точно. То есть, я прям могу откинуть лишние мысли, сконцентрироваться на вязании. Я себя в этом прям четким образом поймал. Наверное, абстрагироваться как-то от какой-то насущных таких вопросов, что ли. Мне пока, пока мне нравится процесс. То есть, он, не сказать, что он творческий, он механический, точно. То есть, ты творчески можешь подойти к тому, когда изобретаешь какую-то модель, там еще что-то думаешь о том, как ты это будешь вязать, как это будет выглядеть, что ты хочешь куда-то сделать. Да, это творческий подход. А вот этот чисто механический процесс, который достаточно сильно успокаивает, умиротворяет. Ну, и опять же, учитывая то, что мы хорошие друзья с ребятами, нам это, в принципе, хорошо, когда мы сидим, вяжем. Ну, мы не так часто, конечно, вместе вяжем. Но вот сейчас я вяжу по большей степени один. Вот. И, ну, например, да, я ездил, так, что-то тут случилось. И теперь, поделаю, идет, потом. Ниточку потерял одну. Я уже, видите, я уж шарю. Я уж шарю, что, куда, кому, зачем. Поэтому я уж тут чуть-чуть, единственное, что не умею, это распускать петли. Ну, раз, раз, так, тут что-то я опять на, на это наделал. Что я тут наделал? Это что у меня было? Это у меня был накид? Так, это мы вот так делаем. Это мы вот сюда делаем. И сюда. Ох, вот это контент, конечно. Вроде так. Не знаю, не уверен. Может, и не так. Я сбился с мысли. Сейчас проверю все. Так, здесь у меня что? А, все, я все вернул. Я все правильно сочетал. Сейчас еще один ряд мы с вами провяжем. Посмотрим, все ли я так правильно, все ли я правильно понял. Как раз вот отсюда и будет все понятно. Да, все хорошо. Ничего, распустили. Да, вот. Я не могу, например, если я ошибся в провязке какой-то петли, то я не могу вернуться, откатиться, распустить ряд и провязать его еще раз. То есть, было такое у меня, где я ошибался, не так провязывал петли. Вот эти вот, как они там, лицевые, накиды, изнаночные, вот эти вот всякие штуки. Вот. И я перевязывал. Перевязывал много, распускал тоже много. Ну, такое. В общем, мало приятное действие именно в том, что приходится откатываться назад. Но меня ни в коем случае это не расстраивало, а наоборот, мотивировало на то, что я могу сделать это лучше. Ну, то есть, вот я сейчас это распущу, а следующие подходы мои, я сделаю это лучше, потому что я учел какие-то ошибки. И в этом случае, конечно, здорово. Здорово, что я отработал некую схему, и ведь сейчас у меня достаточно, достаточно плотный такой рисунок. Та плотность, которую я действительно хотел провязывать, тот цвет, в котором я хотел это вязать. Ну, то есть, прям вот все складывается именно так, как я хотел, и от этого еще больший хайф. Ну, то есть, не знаю, ловко я обращаюсь со спицами или нет, для человека, который вообще никогда не вязал. Но я на это даже не обращаю внимания, потому что я понимаю, что у меня получается. Ну, то есть, мне рисунок очень нравится. Однозначно. Поначалу было непросто совладать именно вот с этим процессом. Потом, когда уже повязал, уже немножко становится понятнее, что-то уходит на автоматизм. Например, вот это натяжение нити. Я все время не знал, куда его, как держать, что делать, почему надо именно так. Ну, то есть, и до сих пор, наверное, я не знаю четким образом, как это правильно делать, но делаю это так, как мне удобно. Много было вот таких вещей, которые не знал, куда эта нитка идет, куда эта нитка, как здесь, как туда. Сейчас уже, конечно, таких вопросов про вязки петлей не возникает, но во всяком случае, есть еще к чему стремить. То есть, вот я не умею закрывать изделие, это тоже большой вопрос. Буду как-то, каким-то образом, наверное, что-то отвязывать и пробовать закрывать, тренироваться, чтобы это ровненько получалось, чтобы я не каждый раз, каждый раз не бегал к Андрею, к Тане за тем, чтобы они мне закрывали там какую-то ту или иную запчасть, деталь, не знаю, как правильно это назвать, элемент. Потому что это тоже своеобразный дождик, кстати, начинается, но для нас это не беда. Он такой, так скажем, в кассу, что он идет. У меня вязание теперь практически везде со мной. Я ездил на студию, я музыкант, артист, пою, исполняю песни, пишу их. Сзади козырек, верьте века, кажется, повезет, но сил будто нет их. Будь уверен, путь к вере не так далек, насколько умерен. Илья Илья! Продюсирую артистов. Я ездил на студию к пацанам, мы читаем рэп, жесткий, жесткий рэп читаем, и я там с вязанием сижу, вяжу. Александр спрашивает, когда ты научился? Я говорю, а я до сих пор не умею. А Таня говорит, что я все умею, что я могу связать любое изделие. Не готов пока на любое, готов пока на курдиган. Ну, вот чисто вот так визуально мне нравится. И смотрите, вот плотный рисунок, прям, ну, плотный, практически не просвечивается. То, как я хотел. Потому что все вязаные вещи, они, они же продуваются. И здесь как раз основной вопрос в том, чтобы минимизировать это. Не получится это исключить. Если только подкладку можешь какую-нибудь подшивать, я уж думаю насчет вот этих всяких дизайнерских и практичных решений. Но пока что это все уходит в небытие, потому что я пока занят этим процессом. Мои маленькие соображения на этот счет. Я все-таки считаю, что этот процесс прикольный. И что, когда я сам повязал, я понял, что этим не обязательно должна заниматься женщина. Или бабушка, или еще кто-то. Ну, то есть, этим вполне может заниматься молодой человек. Вызывает это реакцию людей вокруг, на работе. Это тоже очень, очень хорошо видно, когда девочки тоже подходят, спрашивают. Мальчики тоже удивляются. О, нифига. Но я пытался собирать обратную связь, и ни у кого не вызывает это ни раздражение. Ну, то есть, я прям спрашивал, открыто не бесит то, что я сижу, вижу. Он говорит, нет, нет, ты что, типа, все хорошо. И такая история, что она быстро приходит в норму. Ну, то есть, повязать там буквально пару дней хватило для того, чтобы это стало нормальным. Один день налюбер. То есть, был даже на работе такой, забавная такая история. Подходит начальница, я сижу как раз за звуковым пультом. Я занимаюсь организацией, точнее, не организацией, а технической поддержкой мероприятий. Я сижу за звуковым пультом, ко мне подходит начальница. И я еще тогда даже у меня не было ни рисунка, ничего. Я просто набор петель делал. То есть, я учился на работе набирать петли. И вот сижу, набираю петли. И она, правда, подходит и прям залипла со мной минут на три. Стояла, смотрела. Ну, типа. Я потом даже ненароком спросил. Говорю, все хорошо, все нормально. Говорю, да, все прекрасно. Говорю, просто очень интересно на это смотреть, увлекательно. Да, процесс увлекательный. Особенно, когда он получается быстро, продуктивно. Ну, и вот кучу раз... Я не знаю, я, наверное, раз в 50 я распустил капюшон. Потом отвязывал, там, такой кусочек распускал. Потом такой кусочек распустил. Потом такой опять маленький. Ну, то есть, ошибки были. Ошибки есть и будут. Ну, то есть, в этом вообще прям не сомневаюсь даже. Одна полка, по-моему, у меня тоже отшита там с каким-то дефектом. Но мне сказали, что это вообще прям решаемый вопрос налегке. В общем, в любом случае, двигаемся дальше, вяжем дальше. Посмотрим, что будет. Буду периодически брать у себя интервью на эту тему, меняя локации. Ну, рассказывай. Че пришел? Да, у меня много вопросов. Ну, давай, ты, да че, давай свои вопросы. Какой день ты уже вяжешь? Понимаешь? А ты... Нет, конечно. Надо записывать, Илья. Ну, блин, у меня просто... Я в съемной квартире живу, я не могу там на стенах пометки делать. Я принес себе вот такой тренажер. Что за тренажер? Я сейчас поясню. Давай. Ну, это второй вопрос. А вот первый... Я обшибся. Так. Обшибся. Ошибся, так. И мне надо, по-моему, рядок спустить. Так, что не получается? Я вообще даже приблизительно не понимаю, как это делать. Слушай, ну, полотно классно, мне нравится плотность. Это у тебя полочка, да? Да, мне очень приятно такое слышать, конечно, от Сенсэя. Отлично. Так. Ну, бери, распускай один ряд. Сейчас тебе покажу, что делать. Просто тяну за рабочую нить, правильно? Да, просто тянешь за рабочую нить. И вообще ничего не... Вот, раз, два, три. Где, видишь, ошибка у тебя где? До нее распускаешь. Это она? Да. До нее распускаешь. Все, стоп. Так, лично. А дальше сделаешь. Все, готово. Сейчас я закончу здесь чуть-чуть. Я тебе покажу. Давай сейчас мы перейдем на крупный план, чтобы было видно. Как раз тебе покажу, как просто это собрать. Вообще, я раньше так не мог собирать. Вот, я хочу научиться, потому что мне жалко. Вот, я вот, мне, мне, правда, жалко. Жалко, конечно, конечно, нужно распускать несколько рядов и собирать. Мне прям жалко, и я осознанно понимаю, что... Ну, давай попробуем собрать. Давай. Поехали на крупный план. Распустил. Ну, я думаю, еще можно ряд распустить. Ну, давай. Смотри, как мы делаем. Первая петля, самая кромочная. Вот, мы спицы в нее вставляем. А дальше, теперь дальше, вытаскиваем рабочую нить. Не, я тоже встану. Чтобы тебе было удобнее. Вытаскиваем вот рабочую нить. Пальцами я здесь сразу держу накид и петлю. И сажаем ее на спицы. Так, понял? Вот она петля. Вот следующая петля без накида. Ее опять надеваем. Так, ну-ка, дай-ка я попробую здесь. Вот это я вытаскиваю. Вытаскиваю. Вот рабочую нить нужно вытащить. Вытаскиваю рабочую нить. Эту я поймал. Не жирак, чтобы не потерять. Отлично. И вот эту петлю. Да. Просто не слишком сильно натягивай. У тебя такая плотность хорошая. Поэтому здесь нужно аккуратно. Просто продеваю, правильно? Да, просто продеваю. Следующая точно так же. Так, поймал. А-а-а-а-а-а! Что, все улетел? Нет. Наверное. Что, нет? Наверное? Подожди, подожди. Я сохраню. Нет? Не сохраню? Ну, не знаю. Я же с накидом забрал. Нет, по-моему, ты только одну петлю взял. Накид у тебя улетел. Еще ряд распускать, да? Сейчас посмотрим. Либо. Вот так. Ну, вообще, да. Здесь торопиться не надо. Здесь нужно аккуратно. Если высокая плотность, то лучше брать спицу чуть потоньше диаметром. Ну, мы попробуем. Мне просто хочется понять этот процесс. Еще раз показываю. Сняли кромочную на спицу. Ой, все, не мешай. Вот у нас, видишь? Рогаучая нить и петля с накидом. Мы вытаскиваем, держим пальчиком и сразу же сюда вставляем. Сильно не натягивай, чтобы следующая петля не убежала. То же самое со следующей петлей с накидом. С накидом. Кто-то говорит накид, кто-то накид. Я вот таким способом на последнее время пользуюсь, дабы все не распускать. Это да, это вот очень полезно. Такой вот. Вот такую вот. Ты еще очень плотно вяжешь, поэтому здесь нужно прям очень аккуратно. Так, а здесь у тебя что? Здесь у тебя прям вот она. Что, тоже косяк? Да. Нет, не вижу. Просто очень плотно. И одна нить куда-то улетела. Давай ее снимем. Здесь теперь... Так, а почему тут рабочие? Ну, потому что это осталось не провязанное, но надо ее до провязать теперь. А-а-а, вот оно что. То есть, вот это снять с накидом, а вот это провязать изнаночной. Найс! Кайф! Ну все, таким образом... Это просто знаешь, что это? Это вот эти вот блогерские штучки все. Нет, не блогерские. Я накосячил, когда записывался. Ну, вот здесь теперь смотри, после того, как ты сделал вот эти вот вещи, здесь у нас стенки у петель могли поменяться местами. Я тебе еще один ряд провяжу, просто имей в виду, не удивляйся. Нужно провязывать за правые стенки, те, которые находятся ближе к правой спице. Так, стенки поменялись, провязывать... Ну, давай сам попробуй, возможно, ты этого не заметишь. Блин. Можешь заметить, чтобы на камеру было... Сейчас, подождите. Не видно, какая. Ага. А, вот ты про это говоришь, да? Что они немножко по-другому выглядят. Они, да, находятся, поменялись местоположение. Ага. Ну, я просто подглядел... А я сейчас не то делаю вообще. Нет, вот, видишь, а ты провязывай должен за эту. Вот за эту? Да. Провязывай. Вот так? Да. Я правильно же делаю? Ну, судя по тому, что я вижу, да. Так, что-то там... Заполнил нить. Ой, друзья... Так, а это я что делаю? Все, спокойно, да? Не, пока это, конечно... Такое искусство не для меня пока. Так, вот здесь вот это вот так. Вот, вот это вот, вот это вот так. Это получается, я их провязываю как изнаночную? Получается так? Нет, не как изнаночную. Просто у нас правые и левые стенки, петли поменялись местами. А, они сейчас станут обратно? Да, после первого ряда ты провяжешь, вот это вот, после как поднимал, и все станет обратно привычно для тебя. Угу, кайф. Так, вот это... Сейчас я тут разберусь с натяжением чуть-чуть. Блин. Нет, я запутался. Все, не запутался. Ну, да, очень непривычно. Ну, по-другому как-то. Ну, вот сейчас делаю, вроде бы, практически то же самое, но... Во-первых, непривычно, потому что ты в неудобном положении. Да, еще я... Да, мне надо же на камеру показать. Извините, что я вам, если плохо показал, что-то там... Я это все вырежу, и все, оставлю такой результат. Ну, вот, в принципе, все подняли, все провязали. Все отлично, теперь ты умеешь. Будем надеяться, что я умею. Так, эээ... Что я буду делать на работе? Читать теорию, я тебе уже говорил. Читай. Ну, это же не так интересно, когда... Как вживую, внутри. О-о-о. Зато здесь прям совсем трушная история, понимаешь? Что это значит? Ну, что значит? То и значит, что я исключительно из твоих уст поглощаю информацию. Ну, это тоже немного неправильно. Надо хотя бы заходить на уроки. Ты же не можешь в школу ходить и... Это... Не учиться по учебникам. А только учитель нам станет спрашивать. Смотри, смотри. Ты рассказываешь там, как распускать петли? Нет. Ну, такие навыки, такие... Вот. Смотри. По поводу того, что... Почему я туда не захожу? Потому что... Ну, как все сказать. У меня... Я связал капюшон. Связал полку. Ты мне подсказал, сколько петель там надо набрать. Ну, и процесс тот же самый. Я вот туда иду. Да, по закрытию петель, может быть, я вот. Надо было бы, может быть, мне посмотреть этот урок самостоятельно. Но, опять же, я пришел вот с этим. Со своим черновиком. А что это там? А, ты хотел что-то научиться? Так. Остатки пряжи из предыдущего элемента. И я как раз подумал, что, может быть, я на нем сам могу попробовать позакрывать петли. О, давай. Ну, тебе надо набрать хотя бы что-то, чтобы... Ну, они там есть. А, давай тогда сейчас будем закрывать. Готов? Ну, да. Да, вязывая ряда, да. И ты тоже. Я уже довязал. Я уже довязал. И снова на крупный план? Да, пойдем на крупный план, посмотрим, как ты петли закрываешь. Да я вообще никак еще не закрываю. Сейчас будешь учиться. Сейчас буду закрывать. Вообще-то. В смысле, не знаю. Вот как раз ты сейчас это соберешь. Проверим, как ты научился это делать. Вообще понял то, что ты или не понял. Так, давай вот сюда. Вот это. Крупно, чтобы было либо. Вот эту петлю я забираю. Так. Ее. Следующую рабочую нить вытаскиваешь. И сразу же петлю с накидом переносаживаешь на спицу. Так, это я взял. Это я взял. Так. Аккуратно. Как хирург. Как хирург. И он опять, вон пупок торчит. Ну, пожалуйста. Ой, это вот прям вот совсем мне непросто дается. Раз, два, три, четыре. Есть. Не торопись. Четыре. Чтобы не ошибаться. Так. Есть. Я еще, знаешь, чем, вот с этим размером, насколько спицу надо вытащить. Ну, типа вот это вот. На каком, как это правильно, не знаю, как это правильно изъяснить на вязальческом. Ну, типа, я вижу, что вы держите практически за кончики спицы. А у меня иногда бывает, что я вот прям вот, прям широко вот так вот делаю. Ну, здесь главное, чтобы тебе было удобно. Просто только в работе можешь понять, как тебе удобнее. Конечно, с кончиков проще элементы петли на самом конце спицы. Вот, вот, видишь, что происходит? Я ее когда... Да, потому что плотно. Потому что очень плотно связано. Раз, два, три, четыре. Вижу. Теперь иди сюда. Вот так. 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 Ох, это надо ускорять, наверное, будет. Угу. Потому что это невозможно смотреть. Так. Угу. Раз, два, три, четыре. Так. Туда. Идешь. Все. Главное, ты понял суть. Ну, принцип. Понятно? Это единственное, вот здесь остается только вот с искусностью этого всего. Ну, если не получается, расскажешь еще один ряд. Ну, да, это понятно. Но это, да, не полностью элементы распускать. И это, как бы, плюс уже огромный. Так, сейчас я вот с этим еще чуть-чуть разберусь. И вот с последней петлей я вообще ничего не понял. Потому что там мы те... Ты можешь сразу же. Просто у меня она убежала. Раз, два, три. Если она не убежит, сразу же ее пересаживай на спицу. Раз, два, три. Такая у меня четыре. Так, и вот здесь, что она мне? Сразу же на спицу я пересаживаю. Вот эту, да? Ну, да. Не убежала. Ну, тогда сюда оставляю еще одну спицу. И теперь просто еще раз ее надо провязать, и все. Ну, это я помню, как делается. Вроде. Это здорово, если ты будешь... Да, 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 я просто... Простите, я пока не могу это делать отстраненно. Я делаю это с максимальной концентрацией и в том положении, в котором мне удобно. Вот. Я сам собрал. Все, теперь следующий раз провязывай. А, провязай? Да, провязывай. А, да, я так же. Там же вот эти вот стенки, вот эти перевернутые, да? Угу. Жарко. Извините. Так. Что, я тут ничего не упустил? Нет, ничего не упустил. А, вот так. Жиж, да? Да. Вот так. Вот, отлично. Ой, Андрей, спасибо тебе большое. Все, давай провязываю до конца ряда. Ты все понял, и сейчас будем закрывать наш. Ну, и сейчас будем закрывать наш, и сейчас будем закрывать наш. Уже все сделал, да, осталось только закрыть, а ты возьмешь новую. Только лучше, конечно, чтобы у нас синхронно были руки у меня здесь, у тебя здесь. И так будет проще, и смотреть потом будет проще в записи. Так, ты как-то ее взял по-другому? Помнишь, да, то, что у нас эта конч... Рабочая нить как-то по-другому взял? Слушай, ну, рабочая нить, кажется, захватывает по-своему. Да, вот так захватывает. У нас кончик от наборного ряда с этой стороны, а рабочая нить сейчас с другой стороны. Да, так же, вот, все так же. Отлично, когда мы закроем, у нас оба кончика будут с одной стороны. Просто на этот момент ориентируйся во всех элементах. Далее берем крючок. Взял, да? Взял. И снимаем первую петлю. Точно так же, как спицами ты это делаешь, не провязывая. Сейчас. Сейчас. Снимаем. Господи, я чувствую себя. Так, просто цепляю, снимаю. Просто снимаю, да. Просто снимаю. Так на спицу. Все, снял. Сильно старайся не вытягивать. Так, да, отлично. Здесь какой принцип? Здесь мы будем точно так же, как ты бы спицы провязывал. Мы будем точно так же провязывать петли, только будем их сразу же закрывать, протягивая одну через другую. Смотри как. Вот первая петля. Это накид с лицевой петлей. Нам надо провязать это все лицевой. Ну, это вот туда же. Так, спицей. Берем и провязываем лицевой. И провязываю лицевой. Да, и снимай на крючок. Снял на крючок. Да, спицу вот эту освобождай, переносимую. Ага, вот сюда, правильно? Извини. Так. Есть, у тебя на крючке две петли. Две. Теперь кончиком крючка протягиваем одну петлю через другую. Вот эту? Через вот эту? Да, новую, которую ты провязал, через кромочную протягиваем. Новую через кромочную? Да, протягивай, протягивай. Провязал. Чуть-чуть вытягивай ее. Они должны быть у тебя все одинаковой длины, потому что этот ряд закрыть у нас будет снизу. Снизу на изделии одинаковые длины, но вот так. Это придет с опытом. У меня тоже здесь сразу получалось. Здесь это непросто. И смотри, таким же образом далее действуем. То есть мы все петли провязываем лицевыми. То есть вот это, видишь? Точно так же, да? Точно так же лицевой провязываем. Ох, блин. И у нас на крючке опять две петли. Сейчас, извините. У меня тут пока ни одной, ни одна. Так. Не забрал. Ну, мне просто все эти новые этапы вводят меня, конечно, в какую-то... Понятно, это вообще не просто. Как раз уже дел-то. Две есть. Все, снимай со спицы. Снимаю, снял со спицы. Видишь, опять на крючке две петли. Да. Опять точно так же мы одну, новую, протягиваем через другую. И вытягиваем вот эту петельку. Опять же, сантиметр, наверное, плюс-минус. Так. Чтобы они одинаковые были. Окей. Далее берем следующую петлю. Она у нас опять с накидом. Провязываем ее лицевой. И у нас опять на крючке две петли. Провязываем лицевой. Господи. Опять две петли. Есть. И теперь давай, да, протянуть нужно одну через другую. Одну через другую. Так, есть. Здесь помнишь, да, то, что нужно. Есть. Да, подтягиваю. Да, подтягиваю. Посмотрим, что там получится в конце. Просто стараюсь сделать так же. Ну, потренируешься. Ну, да. Мне хотя бы просто иметь общее представление. Следующую опять лицевой. То есть все петли мы провязываем лицевыми и протягиваем одну через другую. Будь здорово, Танюш. Я вот не стал почему-то. Получилось? Провязал, протянул на крючке одна петля. Далее точно так же провязал, протянул, на крючке опять одна петля. Так, вот в эти мне тяжело внедряться в мои петельки. Ну, что, научишься потихоньку. Так, тихо только не соскакиваем, ребятки. Так, протянул. Последнюю петлю только изнаночной провязываем. Точно так же, как всегда, последнюю. Ну, я до нее дойду и спрошу, ладно, и еще раз. Я все. Ну, это понятно, а я нет. Давай. У меня тут что-то случилось, извините. Что случилось? Атаковали мою пряжу. Все эти устройства. Инновационные. Здесь микрофон. У нас тут вообще просто космолет. Так, а что у меня тут за узелок какой-то? Это где-то у тебя там нить так переплелись. Бывает такое, да. Просто вниз спусти пока. Это что значит спусти вниз? Ну, чуть-чуть вниз запусти этот узел переплетения. Это чтобы ты мог закрыть спокойно. Так, это вот сюда. Так, что-то я где-то рабочую нить потерял. Вот она еще. Все, нашел. Так. Вот натяжение здесь же важно тоже, да? Ряд закрытия должен быть аккуратным. Я вот только что, я это профукал. Чуть сюда. Ну, извините, сейчас. Так, вот так, вот так. Вот, подвытируем чуть-чуть. Отлично. Вот здесь-то и важен натяг. Натяжение рабочей нити всегда важно, да. Его нужно контролировать. Так. Потому что от этого зависит плотность твоего вязания. Смотри, последняя у тебя слетела кромочная. Ай, о, спасибо. А я уже все. Ее изнаночная. Так, ее изнаночная. Значит, это вот так. Все правильно. Угу. Как спицы доделают, да и все. Все, да? Да, и теперь ее опять надо протянуть. То есть в итоге должна одна петля остаться на крючке. Да, важно захватить все ниточки. Все четыре. Ну, отлично вытягивай. Да. Вытянул. Ну, здесь мы не будем обрезать. Вообще потом мы вытягиваем. Около метра где-то обрезаем. Скажи же. Ну что, отличный результат. Смотри, после того как закрыл. Вот так раз-раз-раз. Угу. Распределил все это дело. Ну, отличные петельки получаются, да. Несколько раз сейчас закроешь. Вот видишь, у нас одна более длинная, одна более короткая. Они в идеале должны быть одинаковые, плюс-минус одинаковые. Потому что вот этот край у нас будет... Ну, это где-то вот я отпустил нить, у меня она выпала прям. Я с ней там разбирался. Этот край у нас будет снизу изделие. И нужно, чтобы, конечно, все было красиво. Но это очень неплохо. Отлично. Поэтому твой образец классный. Распускай, повторяй, тренируйся и будет тебе счастье. Спасибо. Мне прям нравится то, что получается. Я, конечно же, хочу доделать. Я, конечно же, хочу доделать. И каждый день вспоминаю о том, что у меня есть вязание, что у меня есть кардиган, что мне надо его вязать и так далее. Вот. Но пока что, наверное, это все мысли. Сложности были. Давай, Малечка. Сложности были. Без них никуда. Я распускал, пока вязал капюшон, я распустил его, наверное, раз 50. Просто, чтобы найти... Ну, я то где-то ошибался. Там петлю не так провязал, еще что-то. Где-то... Где-то просто не та плотность. Было очень-очень туго провязывать петли. И я распускал снова, искал вот это вот как раз нужное натяжение, удобное положение. Вот, наверное, вот это вот все. Вот. И в итоге получилось так, что я прям как-то собрал и связал прям за, по-моему, один день. Я связал один элемент. Ну, или, может, за полтора дня. Вот. И все. И с этого пошло-поехало. Вот сейчас у меня вторая... Первая полка уже готова. Я продолжаю вязать. Понимаю, что это прикольно. Не знаю, пока у меня нет в голове мысли о том, что я бы, наверное, вязал бы всегда. Вот такой мысли пока в голове нет. Но есть точно мысль того, что это прикольный процесс, это что-то новое для меня. Я руками, ну, рукоделием каким-либо не занимался никогда. И, ну, меня как-то немножко вдохновляется эта история, что у меня получается, что даже несмотря на то, что я никогда не вязал и не знал, как этот процесс устроен, я сразу на четырех нитках начал вязать. И на больших спицах это тоже были определенные сложности. Возможно, я как-то не кунтябрь это делаю. Андрей говорит, у меня какая-то особая своя техника. Ой, 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 тут что-то случилось. Тут что-то случилось, и это, наверное, вот так. Ну, не, наверное, а вот так. А, нет, не так. Это лошадь. Это лошадь. Так. Андрей говорит, какая-то у меня особая техника. Я, конечно, этой техники не вижу. Для меня у меня все тут это обычно. Ну, то есть, как вот я понял этот процесс для себя, так он у меня и идет. Вот. Поэтому я в любом случае буду периодически выходить, рассказывать о том, что я надумал, что я придумал, какие мысли у меня есть. Какие эмоции я испытываю на этот счет. Ну, то есть, такая небольшая обратная связь за кулисье. По-моему, красиво. И цвет очень классный. Так что мне нравится. В общем, не думал, что это меня как-то сильно зацепит. Не скажу, что сильно зацепило, но у меня нет отторжения. У меня нет диссонанса какого-то. У меня нет внутреннего конфликта какого-то. То есть, как будто бы это органично. И то, зачем я иду, действительно может сыграть роль. Потому что люди действительно обращают на меня внимание. Я пока что не очень смелый человек в том, чтобы пойти куда-то, обязательно начать снимать это. Но я обязательно это сделаю. Раздобуду какой-то инвентарь, с которым мне будет удобно все это организовывать. Субтитры сделал DimaTorzok